Налоговый и неналоговый доход района в 2017 году составил почти 284 миллиона рублей. Это на 5 миллионов больше, чем уровень прошлого года. В процессе исполнения бюджет несколько раз уточнялся в сторону увеличения. Заместитель главы по финансовым вопросам отметила, что в этом году будет проводиться ряд мероприятий, направленных на увеличение доходной базы. Первое – это актуализация дорожной карты по оптимизации бюджетных расходов и увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов до 2020 года. Где основными направлениями деятельности являются погашение дебютурской задолженности в бюджет, оценка эффективности налоговых льгот и ставок, развитие производства, создание новых рабочих мест, а также проведение мероприятий по легализации объектов налогообложения в целях выявления фактов неоформления трудовых отношений с работниками и сокрытия заработной платы. Постоянный мониторинг и контроль за своевременную поставку на учет обособленных подразделений, предприятий и организаций, осуществляющие свою деятельность на территории Краснокамского района. Значительный вклад в пополнение муниципальной казны вносит налоговая служба. За 2017 год бюджет всех уровней с Краснокамского района было мобилизовано свыше 400 миллионов рублей. Основным бюджетно-образующим налогом является налог на доходы физических лиц. Доля поступления в бюджет района 82,1%. За 2017 год поступило в бюджет района. И налоговые поступления в бюджет района составили 75 миллионов рублей. Сюда входит плата за аренду и реализацию муниципальной земли и имущества, приватизация объектов, а также доходы муниципальных унитарных предприятий. Перечислены в бюджет районные поселения от аренды земли 63 миллиона, от продажи земельных участков 2 миллиона 98 тысяч рублей, от аренды имущества 5 миллионов 397 тысяч рублей, от платы по соглашениям об установлении сервитута 58 тысяч рублей, от перечисления части прибыли перечислено 2,5 тысяч рублей, от реализации муниципального имущества 3 миллиона 465 тысяч рублей, От платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения перечислено 1 миллион 196 тысяч рублей. Оценивая работу подразделений финансово-экономического блока, глава района подчеркнул, что в прошлом году удалось достичь хороших результатов и успешной реализации поставленных задач. Для сохранения позитивной динамики работу необходимо усилить.